Привет, меня зовут Артем Еремин, я представляю компанию Челкут. Мы дистрибьюторы компании Avalon, InnoSilicon и What'sMiner на территории России и стран СНГ. Компания Avalon, What'sMiner и InnoSilicon входят в топ-4 производителей оборудования для майнинга криптовалют, а именно биткоина. Начинающему майнеру при покупке оборудования следует обратить особое внимание документы, а именно чтобы оборудование было ввезено официально на территорию России, проверить, есть ли на него гарантия, чтобы не отправлять это оборудование в Китай, если оно сломается и выйдет из строя в гарантийный период. Гарантийный период обычно составляет 6 месяцев, и поэтому путь в Китай и обратно, если это оборудование не официально в России, займет большую часть жизненного цикла этого оборудования. Короткий срок гарантии обусловлен тем, что это все-таки промышленное оборудование, и производители не применяют того контроля качества, как к бытовому оборудованию для конечного потребителя. Оборудование очень шумное, оно выделяет очень много тепла, поэтому размещать его в квартире достаточно сложно. Лучше обратиться к специализированным площадкам, которые готовы принять ваше оборудование, обслуживать, и вы будете контролировать все это через интернет или через веб-камеры. Площадок очень много на территории России, практически в любом регионе есть площадки, но вам просто надо выбрать ту, которая вам удобна, с сотрудниками площадки, которые вам комфортно общаться. Я думаю, их списки есть в интернете. Еще начинающему майнеру надо обязательно проверить, чтобы это оборудование было не отмытое, старое, а именно новое. Это можно сделать, проверив серийный номер каждой единицы оборудования или на сайте производителя, или у дистрибьютора, чтобы понять дату выпуска этого оборудования, посмотреть его состояние, нет ли там внутри пыли, грязи, еще чего-то. Очень часто бывает, что нечистые на руку китайские посредники переклеивают этикетки с мощностью оборудования, то есть они на более дешевый и менее мощный, майнер, приклеивают наклейку от более дорогого, более мощного и, соответственно, человек, не проверив, покупает кота в мешке. Очень сложно будет потом предъявить какие-то претензии. Если же вы покупаете у официальных дилеров, дистрибьюторов, производителей, то понятное дело, что такого не случится. Мощность оборудования, которое оно выдает, скорость хеширования, будет существенно ниже того, что заявлено на самом устройстве. Чаще всего вы не найдете продавца. Многие покупатели оборудования думают, что очень просто привезти оборудование из Китая самим. Это будет, по их мнению, дешевле. Есть очень много компаний, которые оказывают услуги по доставке из Китая, но оборудование для майнинга содержит криптографическую функцию внутри, поэтому требует специальных документов для ввоза на территорию России. Более того, такое оборудование запрещено к ввозу физическими лицами для личного пользования. То есть покупать на территории России физическое лицо может для личного пользования, а переместить через границу не может. Оно задает определенный риск при ввозе этого оборудования почты или еще как-то. Если вы хотите купить оборудование без проблем, спокойно, то лучше, конечно, идти к официальным дилерам или, если у вас большой объем, сразу к официальному дистрибьютору. Причем чаще всего, если вы оборотитесь к производителю с просьбой купить оборудование у него и отправить на территорию России, он вас отправит именно к дистрибьютору на территории России или вашей страны в СНГ. Большой объем, ну, давайте не от количества отталкиваться, а от стоимости. Это в район около полумиллиона долларов. В чем главное преимущество официальных дилеров и официального дистрибьютора? В том, что они оказывают гарантийное обслуживание и могут оказывать постгарантийное обслуживание прямо на территории России. То есть это значительно сокращает сроки и позволяет избежать простое оборудование в какой-то длительный период из-за логистических проблем с Китаем. То есть даже отправив оборудование из Иркутска в Москву, так как нет границ, нет необходимости оформлять, занимает три дня в одну сторону, три дня в другую, если самолет, ему говорят. На рынке в основном представлено оборудование четырех производителей. Они отличаются производителем самого чипа. Ни один из производителей майнера не производит сам чип, потому что это очень дорого. Это заказывают на специальных фабриках, таких как Samsung или TSMC и там нескольких еще китайских фабриках. То есть они, по сути, просто по своему проекту, по своей идее собирают на примерно одинаковых компонентах оборудование. Основное отличие это в удобстве использования, то есть в интерфейсе, в оптимизации программного обеспечения и, скажем так, в сервисной поддержке. И самое важное во всей этой индустрии, с точки зрения производителя, это опередить своих конкурентов с выводом нового поколения на рынок. Производители обновляют оборудование достаточно часто. Скажем так, новое поколение выходит примерно раз в год у каждого производителя. Какие-то дополнения, оптимизации именно по оборудованию, они выходят там раз в полгода или в четыре месяца бывает, обновляют. Но программное обеспечение производители стараются обновлять раз в месяц, раз в два месяца с целью оптимизировать, избежать каких-то поломок, примерно как на айфоне. Сегодня перед нами лежит россыпь современных мощных асиков от известных брендов, а также отец-прародитель народного майнинга S9 от компании Bitman. Внешний вид асика разных производителей может отличаться, но строение у всех одинаковое. Он состоит из вычислительного блока, состоящего из алюминиевого корпуса, внутри которого расположены хэш-платы. Все они покрыты радиаторами для отведения образующегося тепла от чипов, во избежание перегрева. Блок питания, отдельно расположенный или встроенный, закрепленный на корпусе. Управляющая плата с индикацией сетевым разъемом и диагностическим портом. Вентиляторы, установленные таким образом, чтобы воздушный поток проходил насквозь, эффективно охлаждая устройство. Получив устройство, первым делом проверьте все пломбы завода-изготовителя. Серийный номер на наклейке сбоку можно пробить на сайте для получения сведений о гарантии, ремонтных сроках, дате производства и так далее. Прокрутите пальцем лопасти вентиляторов и проверьте, не задевают ли они защитные сетки. Перед запуском и настройкой обязательно проверьте напряжение в сети для стабильной безотказной работы устройства. Используйте 16-амперные автоматы и провода. Разделение холодного и горячего воздуха в помещении и стабильная подача свежего воздуха и отвод теплого позволят обеспечить необходимые условия для долгосрочной работы оборудования. Обязательно очищайте внешний воздух фильтрами, чтобы избежать загрязнения устройства. Обеспечьте стабильное соединение с сетью интернета, чтобы избежать отказов в принятии результатов вычислений. Обязательно используйте специальные устройства для защиты майнера от скачков напряжения, так как блоки питания могут выходить из строя. Большинство оборудования, почти всех производителей, я имею в виду промышленного оборудования для майнинга, они позволяют добывать биткоин и его форки, то есть биткоин кэш и прочие. То есть они хэшируют функцию по алгоритму SHA-256. Это самый первый алгоритм хэширования для первого блокчейна биткоина, он, соответственно, особо не менялся. Но все знают, что альтернативных криптовалют с какой-то другой функциональностью или более модными алгоритмами, их тысячи. Среди майнеров это такое оборудование очень популярно, потому что объемы торгов и капитализация таких монет, она ничтожно мала. И было время, когда в 2017 году производители выпускали очень много оборудования на алгоритме X11, для того, чтобы майнить криптовалюту Dash. И это все сильно обрушило рынок, то есть очень много людей потеряли очень много денег и сейчас все склоняются только к майнингу биткоина. 99 процентов, наверное. Индустрия майнинга глобально меняется. И чем дальше, тем она меняется быстрее, на самом деле. То есть, если мы посмотрим на майнинг в 2008 году, когда только блокчейн биткоина появился, там майнинга как такового не было. То есть, там можно было зашифровать хэш-функции блок на листике бумаги. Потом это стали обрабатывать обычные процессоры, их хватало. Этим занимались только гики, кто знал про это. Это все воспринималось, как какой-то прикол, шутка. В дальнейшем, когда все больше и больше пользователей стали узнавать про это, соответственно, росла мощность сети биткоина, росло количество включенных компьютеров. Тогда это были еще компьютеры, которые обрабатывали блокчейн, подтверждали транзакции, шифровали их. И в дальнейшем появились производители, китайские производители так называемых ASIC-майнеров. То есть, это специальная интегральная микросхема, которая способна делать только эту функцию. То есть, она ничего другого не может делать. И они начали производить устройства для промышленного майнинга. Вот это было самое главное изменение. То есть, появились устройства для промышленного майнинга, у них началась гонка вооружений между производителями, как чипов, так и самого оборудования. И это дало достаточно большой толчок к росту интереса именно к майнингу. То есть, мы получаем такой эффект, что чем более защищена сеть, тем больше компьютеров в нее включено, и ASIC-майнеров я имею ввиду, да, тем больше интереса у сообщества ко всему к этому, потому что сеть максимально надежно получается. То есть, главная опасность сети биткоина — это атака 51%, и ее достигнуть просто экономически нецелесообразно получается. Среди криптовалют биткоин самый популярный, потому что он был первым. И из-за этого доверие общества к нему, наверное, самая высокая. И опять же, команда, которая помогает разрабатывать, дорабатывать его, да, она всегда все делала более-менее правильно. Конечно, всегда были недовольные люди, да, но это никак не сказалось на безопасность. Ну, или мы просто этого пока не знаем. Второй популярностью монеты после биткоина является эфир. Эфир манится на видеокартах. Там есть ASIC, ну, несколько производителей разработали, такие как битманы и на силикон, но технически это выглядит как просто много видеокарт, объединенных на одну плату и помещенные в корпус ASIC. Да, они эффективней, да, они удобней, но они сильно ограничены. То есть, если видеокарту вы можете потом вставить в компьютер и поиграть на ней в какие-то видеоигры, да, то с этим майнером вы ничего не сделаете. Опять же, для промышленного применения. Перспективные монеты 2020 год, очень сложно сказать, они появляются, умирают, опять появляются какие-то новые, какие-то старые, возрождаются. Из таких, которые там на слуху в последнее время, это Green монета такая и Nervous сейчас тоже очень популярный. Но, опять же, на него начинают в Китае делать майнеры, несколько компаний. То есть, мы можем увидеть опять там взрывной рост сложности вычислений и падение прибыли майнеров. То есть, кто первый получит оборудование, он на счет сможет что-то там заработать, кто будет там второй, третьей волне, они вполне могут остаться, скажем так, с дорогостоящим оборудованием, которое не приносит ожидаемой прибыли. В этом самая главная проблема маленьких новых монет, потому что у них количество майнеров, которые включены в их сеть для поддержания их блокчейна, оно очень маленькое. И это несет за собой два риска. Первый риск – вы можете столкнуться с тем, что оборудование, которое вы заказали с долгим сроком поставки по прибытии окажется бесполезным. И второе – это риск атаки 51%. То есть, что кто-то сможет, имея очень большую мощность, скомпрометировать именно данную монету. Это может быть и производитель майнеров или производитель чипов теоретически.